доброе утро всем гангстерам и гангстерессам с вами ваш воин дороги сегодня друзья у нас будет бомбический ролик почему потому что во первых мы проедем с вовой больше 200 200 больше чем 200 километров раз наконец-то расскажем вам про спорт и 2 и тут сняли асфальт 3 маршрут москва руза истер москва но как получится только дорога знает шаг 1 это конечно же выбраться из столицы потому что как карантин сняли трафик стал очень плотным сейчас на часах где-то пол девятого но жарит уже не по детски разумеется тоже взял крем чтобы попозже помазать руки и обновить крем на лице ну и конечно же апофеозом этого не знаю микро байкпайкинга будет купание и возможно даже бутылочка освежающего пива но загадывать не будем объем до красногорска где намечена встреча таким же воином дороге ловой сейчас нас ждет одно из самых жестких перестроений москве но по крайней мере моем рейтинге нам надо будет пересечь где-то 4 потока но мы делали не такое и так аппарат в кадре я сейчас тоже в нем появлюсь этап 1 закончен я в красногорске именно здесь вот на непонятном перекрестке мы должны встретиться с вавандой тут есть время она неправильно что-то пирс 17 58 температура 25 но я тоже что-то не особо верю влажный 70 погода роскошно вот знаете пока не совсем жарко но чую днем начнется такое жесткое рубилово я начинаю немножко сомневаться по поводу выбора передачи потому что 2875 точно сейчас стоит спереди 46 вот 46 сзади 16 это два вот ну короче под 29 это многовато то есть конечно на пхилах на вот этих заездах в горке холмы крутить сложно вот я начинаю даже немножко сомневаться над тем что смогу пройти весь маршрут ну посмотрим сейчас приедет вова может быть немножко скорректируем да потому что все-таки 230 километров на сингле причем вот с передачей ну и обстрел что принципе весь набор где-то 1400 на больше чем 200 километров это не так много но короче посмотрим по ситуации вот сумочки задняя и передняя как и обещал nice to trip вот это мне очень понравилось стало отлично я туда запихнул все что надо для гамака то есть гамак тент веревки и колышки сюда запихнул какие-то запасные детали ну и тут по классике то что я вам уже рассказывал еда и инструменты и навигейшем через телефон ну все посидим подождем в аванду и попьем водички с азотоником и вот из-за леса из-за гор появляется он на своем супер карбоновом здорово бро ну вот и отправились отчаянные воины дороги в путь а у меня уже на счетчике целых 28 километров у вовы чуть побольше вова ехал с юга москвы я с северо-востока ну если все пойдет по плану то 200 осталось вова углядел вот на котором можно было зарядиться углеводами да крутую пивоварню нью ригас вот можно было выпить безалкогольного пивка и поехать дальше да но теперь я нашел пекарню и придется съесть булку и так ну что 40 километров пройдено ну со старт а так мы как встретились не так много проехали вова пошел как и сказал в пекарню вот на такой гравийно циклокроссовой карбоновой пушкой он гоняет видите без байк пакинга только с нарульным арт либом под ключ чё у него тут чё-то лежит ну что сам сайл пепси и так ну а я не знаю я уже выпил одну флягу во второй меня изотоник у меня там получается 3 километра медленно где-то в пульсе 140 и 3 километра больше больше пульса 170 быстро я короче так упоролся что сегодня апхилы тоже такие себе 50 километров пройдено проехали павловскую слободу проехали кажется звенигородское шоссе едем по второстепенной дороге обочины есть тем бодренький планирую немножко оголиться чтобы загореть собой как говорил крем от загара не забуду им воспользоваться чтобы все-таки не было потом дискомфорта средняя 27 для сингла я считаю вполне плюс в апхил и вова помогает заезжать техническая остановка все пришло время снимать джерси потому что жарят ну вообще мы я не знаю где мы тут какой-то супер объемный трафик вот короче просто не знаю куда мы заехали строим маршрут по кому-то но пока слишком как-то агрессивно но у нас и такой планируемый как километраж хотя что-то апхилы меня прям достаю все небольшой перекус и раздевашки и едем дальше и и и и и и и и и устроили паузу в пятерочке снова набираем водицу но и открыли я открылся новый напиток называется ридлер радлер цитрус made in vienna офигенно освежает прохладная прям слабо алкогольный кому-то зайдет и и и и и и и и и Ну что, Вова, это то самое обещанное спортивное питание? Да, это самое лучшее спортивное питание после 115 километров. Да. Я на самом деле понял, что ездил по этому маршруту. Его тоже вот прямо здесь, чуть ли не за этим же столом сидел в том году. Прикольно? Прикольно. Да, классно. Как ощущения от дороги? Дорога очень криковая такая. Мягкая, гладкий асфальт, особо нету сильных апхилов. Ну и доуна-пилов. В смысле нету? Ну не знаю, ну прям жесткий-жесткий. Но ты же все-таки не на сингле, а на своей карбо-пушке. Да. Вот. Но мне очень нравится ездить по асфальту. Где больше? Больше по асфальту. Зато никого нет. Ура, мы добрались. Ну что, друзья, смотрите, вип-спот, видели пляж. Видите, это все наше. Тут вот, тут миллион комаров. Так, друзья, тут был типа очень горячий контент. Я не про себя правову, конечно, но... Тут столько комаров, что мы убегаем, что мы моментально просто оделись. Вот, берем наши тачки. Вообще план был где-то тут еще гамак разбить, как я и обещал, но это не представляется возможным, потому что у нас едят за секунды. Вот, поэтому едем дальше. Будет что будет. Сумки держатся отлично. Передняя меня прям радует по полной, очень крепко. Я, кстати, забыл и карты выключить, и думал поставить на зарядку, пока мы купаемся. Все, забыл, комары. И этот сидуха, ну, точнее, подсидел тоже держится. Все, валим, валим. А, этот меня уже съел, и этот. Сейчас будет Вова у меня мазать кремом. Съехали с трассы, где крохтные обочины. Нас постоянно обгоняли тачки на какие-то вообще уже деревенские дороги. Сейчас еще на меньшую съехали. Вова нашел бездонный колодец. Что там, брат? Есть кто? Эээ! Вроде да. Не, ну, по состоянию он хорош. Смазанный даже. Смазанный даже. Тогда я за флягой. Кстати, только-только миновали отметку в минус 99, значит, нам еще 99 километров. Ну, даст бог, доедем. Добрались до достопримечательности. Написано, что это храм архангела Михаила. Мне нравится. Там тоже куда-то можно пройти. Ну, как те маршруты? Ну, отлично. Отлично, вон люди купаться идут. У нас дело в том, что не бывает дороги чисто асфальтовые. Да. Если дорога чисто асфальт, то это, ну, одно и то, что и в Сочи ездят отдыхать. Ну, и в Крым. Ну, то есть, такое. Ну, на самом деле, вот эта дорожка одна из самых красивых за сегодня. Сейчас я скажу, это самое красивое за сегодня. Смотри, тут просто 360. 360 лес. 360 лес. Продолжение следует. Мы быстрее, Абхилы меня убивают, но в то же время делаю сильнее. Я хотел купить пепси и ванилу, в прошлой пятерочке она была, и это там манго, блин, это расстройство, ребята, я даже не знаю, что это было. И это я впервые в такой пятерочке, это просто альфа-лакшери, просто смотрите, это пятерочка, то есть это не перекресток, это не... Дошик здесь все равно есть. Смотри, какой маниндой, как бриллиант просто. Очень круто. Приехали! Ну что, братан, мы это сделали? Да, наконец-то мы сделали это, первые 200 в моей жизни. Е-бой, я тебя поздравляю, души! Ну что, бро, как тебе наша двусоточка? Отлично покатались. Я думаю, что надо будет повторить и, может быть, даже пользоваться составом. А, составом? Я подумал километражом. Скажу еще что, жалко, что не сняли обзор на дамаг. Я, может, сниму и дополню. Вот, а в целом, лучше, ребята, копейтесь на велосипеде и не страдайте, потому что в чатиках общаться может каждый, а на велосипеде две суточки проехать. Замечательные слова на этом выпуске от Open 100. Не обращаюсь, увидимся в следующем ролике. Возможно, там опять будет Вованда. Кто его знает? Замечательные слова о нем. Субтитры создавал DimaTorzok